Здравствуйте, дорогие друзья садоводы и огородники! Снова всех вас приветствую! Я Юлия Меняева на своем садовом участке. И сегодня я хочу обратить ваше внимание на эти мешки. То есть в прошлом году здесь, около этих футбольных воротах, у меня росли огурцы. Мы ели огурчики, они нас радовали своим урожаем. Но в этом году я решила посадить здесь томаты. Просто у меня осталось очень много рассады, но думаю, ну жалко, жалко выбрасывать рассаду. Думаю, я ее посажу. Что мы делаем для томатов? Вот если внимательно посмотреть, вот здесь видно, вот такие должны быть большие мешки. Это высокие мешки, они примерно на 50 кг сахарного песка. У меня спрашивают, можно ли целлофановые пакеты. Нет, нельзя. Это должны быть вот обязательно такие мешки. Они продаются и в Леруа, есть под строительный мусор. Найти их не проблема. Что мы делаем? Мы у этих мешков внизу обязательно обрезаем уголки. То есть делаем отверстие для стока воды. Вот для томатов это обязательное условие, чтобы вода у нас с вами не застаивалась. Вот если посмотреть внимательно, посмотрите, вот где-то примерно почти на пол мешка я положила перегной. Вот сейчас мы с вами посмотрим. Видите? Вот у меня лежит здесь вот перегной. Вот. Частично перемешанный с навозом. Если есть навоз, это очень хорошо. Хорошо, никакой мусор я не кладу туда, ни траву, ничего. То есть это перегной или навоз. И сверху мы насыпаем землю. В каждый мешок я посадила по два, вот так вот, по два корня томата. То есть в каждом мешке у меня два корешка томата. В последующем, когда они, вот просто они сегодня у нас подвятшие, потому что я это сделала только сегодня. Я их вот прям буквально час тому назад посадила. Вот. Какой вот у нас будет далее вот с вами уход за этими томатами. Питания им достаточно. Не надо ни подкармливать, ни надо мудрить, ни сыпать никакие минеральные, тем более удобрения. Потому что здесь столько перегноя и столько навоза, что нашим томатам хватит, чтобы расти и нормально развиваться. Когда наши томаты будут с вами подрастать, мы что будем делать, я потом в последующем покажу. Мы немножко будем им подсыпать земли. То есть если они будут подвытягиваться, будем подсыпать земли. Потому что если посмотреть мешки, видите, они не полностью заполнены землей. Они немножко закручены вот так, чтобы добавлять земли томатам. Эти томаты посынковаться не будут. Может быть, если и буду я посынковать, но только-только частично. То есть питания им хватает в этих мешках. Подвязывать мы их будем вот к этой опоре. Вот. Веревочками будем. Я все-все потом в дальнейшем покажу. Вот. Вот к этим вот воротам. Никакую сетку мы не натягиваем. А просто шпагатом будем подвязывать. И в дальнейшем, если надо будет, вот как раз на этих томатах я вам покажу, как я частично, частично посынкую эти, вообще посынкую частично томаты. То есть полностью я никогда не оголяю томат. Вот. Значит, вот давайте просто у всех наверняка осталась рассада. Мешки мы эти можем поставить где угодно. Вы их можете поставить где-то около забора. В общем, где угодно. Попробуйте, посадите. Это очень-очень тоже хороший вариант. Если уж капризные, настолько капризные огурцы растут и дают такой богатый урожай, вы знаете, уж томаты точно-точно будут плодоносить. Ну что ж, вот такая, пожалуй, вот такая небольшая информация по томатам. Тем, у кого осталась рассада, хочется посадить больше, но мало места, давайте использовать, вот использовать такие вот мешки. Мне задали еще, кстати, вопрос, спрашивают, можно ли посадить перец, можно ли посадить баклажаны. Ну, конечно, можно. Можно посадить все, что угодно. Ну вот. Но просто для перца как бы поменьше надо брать мешок, потому что это очень большой объем земли для перца. Но все-таки я считаю, что лучше всего, конечно, сожрать это баклажаны, томаты и, конечно, огурцы. Ну вот, пожалуй, на этом я и заканчиваю свой репортаж. Это просто еще вам одна подсказка, один такой небольшой совет, как же вот все-таки можно, что можно еще посадить в мешки. На этом я заканчиваю свой репортаж. До свидания, до новых встреч. С вами была Юлия Меняева на своем канале Восаду Левогороди. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok